всем привет вы на канале гараж 28 недавно на распаковках были вот такие термометры и я купил к ним батарейки ура такие термометры я уже заказал много раз сейчас просто проверим их и так 15 7 15 8 и 15 3 вот тут уже батарейки видно садятся еле видно кстати давайте посмотрим как быстро он реагирует на рост температуры наперёд скажу очень медленно зажимаем зонт 19 9 26 и 6 где-то до 28 он подпрыгнет и больше наверное набирать уже не будет 28 и 7 29 по сути просто вставил батарейки и все но сегодня видос не об этом о том что когда я купил эти батарейки я вспомнил об одной штуке тадам алды заплакали и так это легендарная советская электронная игра электроника 24 0 1 их было не особо много но разные разновидности я помню были тайны океана где нужно было между щупали с осьминога бегать за кладом был автославом где нужно было объезжать препятствия и вот такого образца еще игры типа волк ловит яйца заяц ловит яйца здесь по моему микки маус должен ловить яйца не знаю в общем вставляем батарейки смотрим само собой за кадром я уже ее проверял она как бы рабочая но у нее западают клавиши и постоянно отходят батарейки вот пожалуйста нажимаю с трудом но нажимается есть не нажимается и так разбираем попытаемся оживить термометра убираем и вскрываем игрушку здесь у нас шесть болтиков раз два три 4 5 и даже пломба что ли целая 6 и так разобрал так у нас передняя панелька выглядит вот так здесь у нас две пары кнопок то есть правая сторона вверх-вниз и левая сторона вверх-вниз здесь у нас выбор игр сброс и по моему часы да так вот выглядит основная плата здесь жидкокристаллический дисплей главное чтобы он не отошел здесь пьезоизлучатель типа динамик прямо вот такими тонкими проволочками подключен я его отпаивать не стал и честно говоря я не знаю как восстанавливать контакты сейчас в интернете почитал говорят советуют протереть этиловым спиртом но желательно чтобы был ремкомплект для ремонта пультов то есть сюда нужно по идее наклеивать новые резиновые токопроводящие накладки у меня такого набора нет поэтому просто попробуем все протереть и собрать ватных палочек у меня к сожалению в гараже нету зато есть туалетная бумага намочим ее спиртом и протрем плату также протрем вот эти контактные пяточки если не получится то придется идти в магазин за ремкомплектом потому что не охота просто так взять и выбросить такую классную игрушку это же по сути дань эпохи ушедшей 90-х 80-х лет когда советском союзе не было никаких там еще деньги которые пришли у нас 90-х до 80-х годах детвора довольствовалась такими вот устройствами так все протерто пробуем собираем где ты был где ты был зацените все заработала отлично хоп 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 и хоп по два яйца пошло вот эта кнопка немного плохо работает но все-таки отрабатывает об контакт опять потерялся еще разок игра бы игра бы по моему должна быть сложнее куда здесь быстрее падают яйца а папа папа блин в общем игрушка починена и ать 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 успел уже пошло тут блин по три яйца короче изменяя игрок в электронику никакой микки маус постоянно ать ать опять постоянно короче пропускает яйца но работает в принципе игрушка то есть даже простая чистка спиртом вполне помогла такое вот простенькое видео кому понравилось оживление советской игрушки электроника 2401 ставьте лайки подписывайтесь на основной канал лайв канал инстаграм вступайте в нашу группу вконтакте мы есть тик токи яндекс джене всем спасибо за просмотр как всегда всем всего самого наилучшего пишите в комментариях если играли на такой игрушки какой у вас был рекорд всем спасибо за просмотр как всегда всем всего самого наилучшего и всем пока а я еще поиграю доп материал а тут есть такая вот ножка которая позволяла ее поставить вот так напомню здесь у нас есть еще где-то часы там час 02 показывает здесь вот звонок здесь сброс по моему как-то можно было выставлять даже будильник на ней и вот так как часы она стояла да очень плохо читается экран но в советское время были рады даже таким устройством и честно говоря если у кого-то была такая фигня блин это просто лучший друг во дворе был у него всегда можно было на вечерок взять такую игрушку и залипать как сейчас дети сидят в телефонах и наяривают так мы раньше сидели и в такие вот электроники наяривали в начале 90-х у меня в детстве появился геймбой так мне даже по три таких электроники приносили на пару вечеров выменивали у меня геймбой уровень геймбоя и электроники это небо и земля конечно такие вот были реалии а кто-то ведь придумал такую историю что если набрать тысячу очков здесь то покажут мультик кто-нибудь видел этот мультик а вообще вот на таком экране может быть мультик какой может быть мультик здесь микки маус танцует или что а советские детишки в это верили судьба этого гаджета какая сейчас отнесу домой а возможно если получится то отправим его в музей он теперь работоспособный вполне нормально хоть чуть-чуть и залипают кнопки и вот здесь немножко есть вытертость но блин мне кажется в лучшем состоянии наверное просто не найти такой гаджет ну конечно можно где-то купить за бешеные деньги наверное это уже будет ретро ретро всегда стоит дорого бэп всем пока гаджет